Мы давно привыкли к офисному этикету и очень хорошо знаем все правила поведения и общения с коллегами по работе. А нужны ли они на удаленке, узнаем у культурного эксперта и специалиста по этикету Оксаны Зарецкой. Оксана, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Оксана, где ты сейчас находишься? Роскошно выглядишь с прошедшим днем рождения. Присоединяюсь к поздравлению. Спасибо большое! Я сейчас дома, как и многие люди. Работаю удаленно. Мой офис переместился в мою квартиру. И вуаля! Таким образом мы решаем все вопросы. Правильно ли я понимаю, что ты в пижаме? Нет, это недопустимо. Никоим образом. О! Несмотря на то, что вы находитесь дома и работаете из дома, правила дресс-кода все равно необходимо соблюдать. Чуть проще, но тем не менее необходимо соблюдать. Разного рода пижамки, маечки, лохматые волосы. Даже отсутствие макияжа – это нежелательно, когда речь идет особенно про деловые встречи. Не могу с тобой не согласиться, что, конечно, то, как мы выглядим, однозначно нас стимулирует на какую-то более рабочую деятельность. А скажи, пожалуйста, ну сейчас, когда действительно многие работают из дома, есть такая возможность, правила переписки наверняка выходят на первый план. Вот как же правильно там обращаться к человеку, которому ты пишешь? Зависит ли это от того, кому ты обращаешься к начальнику или просто к коллеге или к подчиненному своему? Безусловно, да. Есть эти правила. Они к нам перекочевали из классической традиции деловой переписки, когда мы еще сидели с вами в офисах. Но удаленная работа, она внесла свои коррективы. В частности, раньше считалось, что в классической переписке деловой недопустимы смайлики, какие-то эмоджи, да, вот такие значки, которые показывали ваше настроение. Сегодня, из-за того, что мы лишены фактически личного общения, этот момент считается допустимым. Нормально добавить немного эмоций в свою переписку, поскольку этот текст не всегда передает ту эмоцию, которую мы бы хотели донести. И человеку свойственно наделять какими-то своими настроениями, это может привести к недопониманию. Поэтому где-то поставить скобочку, добавить один-два смайлика – это нормально. Здесь главное соблюдать баланс, чтобы это было достаточно деликатно. Второй момент, который стоит вспомнить в связи с переходом на тотальную удаленку, связан с тем, что количество этих сообщений увеличилось многократно. Все то, что мы раньше могли с вами обсудить в личной беседе, теперь перешло практически на 90-80% в эту переписку. Из-за этого ее поток огромен, и во всем этом очень сложно разобраться. Поэтому сейчас надо трижды подумать, что и как писать, чтобы не заваливать с человека огромным количеством сообщений. Здесь как никогда важно, чтобы сообщение не делилось по одному слову. «Привет, я хочу тебе сказать». Это ужасно. И чтобы это не были огромные простыни, которые вы разворачиваете, читаете, читаете, читаете. То есть максимальный размер сообщения – это на один экран. Следите за этим. Убирайте лишние слова. Организуйте свою речь, письменную речь, таким образом, чтобы она была максимально понятна и лаконична. И надо разделять, что мы с вами отправляем через электронные письма, а что через мессенджеры. Сейчас без мессенджеров просто никуда. Раньше считалось, что это недостаточно, скажем так, деловой канал для бизнес-сообщения, что все-таки электронная почта предпочтительнее. Тем не менее, даже очень консервативные компании сейчас понимают, что невозможно полностью, тотально вести переписку и работу только через электронную почту. И даже они активно сейчас осваивают мессенджеры. Их огромное количество. У них у всех есть разные функционалы. Но главное правило – если есть возможность оперативно, четко решить вопрос, то это лучше делать через мессенджеры. Но ключевые решения, документы, финальные решения – это пересылка через почту, которая сейчас стала выполнять роль такого хранилища документов, хранилища решений, где вы можете восстановить, например, хронологию движения ваших переговоров, принятия решений и тому подобное. Очень интересно твое мнение по поводу аудиосообщений. Как к этому относиться? Бывают люди, которые просто перебарщивают с количеством этих аудиосообщений. Это не всегда удобно человеку, который их принимает. В деловой переписке, вообще в деловой коммуникации, давайте говорить шире, это считается мовитом. Конечно, особенно, при том, что сейчас есть технология, которая позволяет сразу ВУК переводить в текст, и вам потом надо там только какие-то небольшие ошибки поправить. Вуаля, это во многом упрощает нам жизнь. Все эти длинные звуковые сообщения, даже короткие звуковые сообщения, любые звуковые сообщения допустимы только если у вас действительно нет возможности, и вы спросили разрешение у второй страны, я могу тебе отправить звуковое сообщение, ну просто сейчас никак не могу писать. Это при том, что все-таки есть возможность надиктовать, и ваша речь расшифровывается, превращается в текст. То есть сейчас это вообще не может быть проблемой, это только, наверное, вопрос ленности ума всего-то. Скажи, пожалуйста, а во время онлайн-встреч нужно ли соблюдать тайминг? Безусловно. И сейчас такая проблема, о которой говорят, ну, я не знаю, если вы открываете какой-нибудь бизнес-портал, огромное количество статей, жалоб, бизнесменов идет на то, что люди тратят очень много времени в этих онлайн-переговорах. Их делать гораздо проще, чем собрать физически людей, и часто мы этим злоупотребляем. В итоге собраний стало больше, хотя, казалось бы, люди самостоятельно способны работать. Тем не менее, даже такой лайфхак ходит, если вам неинтересно собрание, вы можете просто выключить камеру, выключить свой микрофон, идти там посуду помыть, прополистозить что-нибудь. Безусловно, когда вы выбираете тех людей, которые будут присутствовать на собрании, надо совершенно четко понимать, что этот человек действительно вам нужен. Чтобы он не висел просто так и не слушал просто так, ему будет, собственно говоря, чем заняться. И тайминг тоже очень важен. Всегда следует следить за временем. Это наш самый дорогой ресурс. Ань, а помнишь, мы совсем недавно с тобой говорили в эфире о том, что ведущий новостей, когда выходил в кадр, он был в нижнем белье, в классическом костюме, но без штанов, просто сидел в трусах. У меня вопрос, как поступить, если во время важных онлайн-переговоров кто-то, я не говорю сейчас про нижнее белье, кто-то из родных, близких попал в кадр. Что делать с этим? Как реагировать вообще? Смотрите, вы же знаете такое старое телевизионное правило. Мы говорим о том, что есть в кадре. Если где-то там что-то далеко упало, грохнуло, мы просто на это не обращаем внимания и продолжаем дальше работать. Если же что-то оказалось в кадре, это будет выглядеть очень странно, если вы делаете вид, что ничего не происходит, а там сзади весь урушится. Конечно, на это надо среагировать быстро, оперативно, извиниться, убрать детей, котов, упавшие шкафы и сесть на место. Мы с вами люди, мы понимаем, что мы работаем из дома, бывают разные ситуации, поэтому это не катастрофа. Читала у тебя в Инстаграм довольно такой интересный текст, заставила поразмыслить. Стоит ли отвечать человеку, который пишет тебе в мессенджерах, например, звонком? Есть обстоятельства, которые требуют непосредственного контакта. То есть, например, если вы хотите предложить человеку какой-то большой, крупный проект, что-то новое, ему необходимо объяснить, то в этом случае это лучше будет объяснить словами, а потом досылать уже сообщением подробности. Но сегодня звонок считается вторжением в личное пространство, и поэтому его стараются избегать. Или, как минимум, сначала спросить у человека, когда ему будет удобно поговорить по телефону. Оксана, спасибо тебе большое. Сейчас по законам жанра ты должна встать, а на тебе велосипедки, например. Не дождетесь. Оксана всегда отлично выглядит, так как, между прочим, она культурный эксперт и специалист по этикету. Спасибо огромное, Оксана Зарецкая была в гостях онлайн, да, гостем проекта «Включайся». Хорошего тебе дня и будь абсолютно здорова.